Привет! В этом видео я хочу немножко предостеречь тех, кто впервые покупает или планирует покупку графического планшета с экраном, потому что многие представляют работу на экране и немножко не так, как это ощущается в реальности, так что если не хотите разочарований, внимательно смотрите это видео. Погнали! Первая проблема графического монитора это размер. По своему опыту могу сказать, что для комфортной работы нужен экран от 15 дюймов и больше. Вся вот эта мелочевка 12-13 дюймовые модели, они слишком мелкие для того, чтобы можно было комфортно работать и разглядеть интерфейс в САИ, Крите или тем более в фотошопе. У меня от работы на вот таких маленьких экранчиках после трех часов уже начинали глаза болеть, а вот сейчас я в основном работаю на 16 дюймовом экранчике и в принципе норм. Из этого расклада вытекает вторая проблема – цена. Она в несколько раз больше, чем на классические модели. Если первой рекомендации придерживаться, то вообще все печально получается, потому что 15-дюймовый китайский экранчик сейчас стоит в районе 400 баксов. А если брать фирменный вакуум, то это минимум раза в два дороже получится. Это при том, что классический более-менее нормальный планшет можно взять за 50-100 долларов. Вот такие дела. Следующая проблема, очень важная – это ощущение от работы. Даже на самом крутом экраннике не будет такого, что вы как будто по стеклу рисуете или по бумаге, потому что нет стопроцентной связи между пеном и тем, что на экране происходит. И это по нескольким причинам получается. Первый – это параллакс. Что это такое? Можно сказать, что это зазор между экраном и тем защитным стеклом, по которому мы непосредственно уже рисуем. Зазорчик этот очень маленький на самом деле. Ну, примерно 1-3 мм. В зависимости от модели обычно чем дороже, тем меньше. Но все равно даже на самых качественных моделях он есть. От этого страдают, во-первых, ощущения, то есть то, о чем я говорил. А во-вторых, точность. Особенно по углам, потому что когда мы смотрим сбоку, может получиться такая ситуация, что курсор оказался на одном месте, а наконечник пера немножечко в другом. Второй косяк – точность самого планшета. Обычно в центре экрана она или очень хорошая, когда у нас кончик пера и курсор вообще на 100% совпадают, или приемлемая. А вот ближе к краям у всех, абсолютно у всех планшетов она слетает. Даже в технических характеристиках об этом иногда пишут. И бывает так, что отклонение может доходить до 5 мм. У меня бывало так, что в фотошопе по значкам вообще не попадешь. Из-за этого приходится не ручки доверять, а пялиться в то место, где находится курсор. Третья причина – это отставание курсора на маленьких скоростях. Я об этом, наверное, с самого первого обзора рассказываю. Курсор не ощущается как бы притянутым к перу. А можно сказать, что он иногда живет как-то своей жизнью, что ли. И дело тут не в сглаживании, а в несовершенстве технологий. И не у какого-то конкретного монитора, а абсолютно у всех планшетов подобного типа. Хотя, конечно, на дорогих брендовых, качественных моделях это немножко поменьше ощущается. И не сказать, что это прям вот сильно напрягает, потому что, как правило, в цифре все художники такими достаточно быстрыми, резкими движениями рисуют. Но вот все равно для меня это самый большой недостаток, потому что магия рисования по экрану, она куда-то теряется немножечко. То есть получается, то, ради чего мы покупаем планшет с экраном, он нам на 100% не дает. Двигаемся дальше, и еще один момент, где экранники уступают, это подключение. У обычного планшета все очень просто. Есть один шнур, и его надо вставить в планшет и в USB компьютера. Все. У экранников система гораздо сложнее. Шнур чаще всего спаренный, с кучей разъемов, и все их надо подключить. Обычно одну сторону вставляют в планшет, а другую втыкают в USB, в разъем видеокарты и блок питания. Вроде бы ничего такого, да? Но с одной стороны, надо еще разобраться, что куда втыкать. Может быть, какой-то разъем занят. Чаще всего, например, бывает подключен уже разъем под видеокарту. Ну и из-за блока питания вы становитесь рабом розетки. То есть, как в случае с обычным планшетом, вы не можете его взять вместе с ноутбуком и пойти куда-нибудь гулять, например. Хотя, если у вас компактный XPU-PN, его можно запитать от двух USB-шников. Из-за этого он мне очень нравится. Последний недостаток экранников. Им обязательно нужна защита. Помните первые сенсорные телефоны? У них сенсоры работали не от прикосновений, а от нажима. И многие любили тыкать в них ногтями, ручками, зубочистками. У кого что под рукой было, и уже через годик такой телефон превращался вот в это. Поэтому, если не хотите, чтобы ваш дорогущий монитор так выглядел, нужны пленочки защитные. Благо, дело, они очень часто идут сразу в комплекте, вместе с планшетом. Но они довольно-таки быстренько убиваются, примерно за полгода-год, в зависимости от того, как часто рисовать. Их надо покупать, а это деньги. Несмотря на то, что я вам столько минусов сегодня перечислил, все равно не все так плохо, как может сейчас показаться. У экранников есть свои сильные стороны. Ну, например, качество того же экрана, оно, как правило, гораздо лучше, чем у среднестатистического монитора, который у каждой из вас на столе стоит. Плюс мы можем, например, зарядить рабочую программу на сам планшет, а на экран выставить на экран рабочий монитор, а выставить референс. И это очень удобно иногда бывает. Но самое главное — это визуальная составляющая. Когда мы работаем на черной пластиковой досочке, можно сказать, что мы слепую рисуем. От этого позиционировать линии и точки сложнее, потому что нет прямой визуальной связи. А у экранника она и есть. Это основное его преимущество. Для кого-то оно может даже перекрывать все минусы. Например, если вы рисуете комиксы, скетчи, какие-то казуалочки, в общем, везде, где нужны четкие, уверенные, красивые линии. Лично у меня у самого графический планшет с экраном, я ему очень доволен, но мне кажется, что если у вас нет возможности купить такой планшет без каких-то серьезных нагрузок на семейный бюджет, то, наверное, не стоит. Но это лично мое мнение. Пишите внизу, что вы думаете, и увидимся в комментариях. Пока!